Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал и маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. На этой неделе нас ожидает очень много фундаментальных событий. Впереди заседание Федрезерва, заседание Банка Японии и самый важный отчет по состоянию американского рынка труда, релиз Non-Farm Parals. Конечно же, больше всего внимание будет сфокусировано на решении Федрезерва по ключевой процентной ставке и на пресс-конференции. Напомню, что да, мы, может быть, как и большинство участников рынка, склоняемся в пользу того, чтобы американский регулятор начал действовать и менять ключевую процентную ставку в ходе сентябрьского заседания. Ну, наверное, оптимист во мне, который прям очень рассчитывает увидеть ослабление американского доллара, говорит то, что могут быть сюрпризы в ходе предстояющего заседания, которое мы ожидаем через пару дней. И если вы помните, еще некоторое время назад я допустил то, что в июле Федрезерв может сделать ход конем, немного переиграть рынок и создать условия, при которых экономические перспективы еще больше улучшатся за счет более низкой ключевой процентной ставки. Ну, ладно, о долларе мы еще поговорим. Давайте в целом пробежимся по ключевым отчетам этой недели. Завтра будем анализировать данные по ВВП Еврозоны и Германии за второй квартал. В среду, собственно, решение Банка Японии. Это событие, которое откроет торговую сессию среды. После этого выйдут данные по инфляции в Еврозоне. Далее отчет по сцене американского рынка труда ADP, предваряющий Non-Farm Perils, ВВП Канады и заседание американского регулятора с пресс-конференцией. В четверг заседание Банка Англии. АСМ производственного сектора США тоже важный отчет, компонент, который поможет нам спрогнозировать будущее изменение показателя ВВП. И в пятницу, собственно, Non-Farm Perils. Индекс доллара текущей котировки чуть ниже 104 пунктов. Напомню, что некоторое время назад, чуть больше недели назад, доллар активно рос на так называемом Trump-трейде. Это те самые стратегии, которые начали многие отрабатывать с учетом того, что значительно возросли шансы на победу в президентской гонке в США Дональда Трампа. Это идея, которая ассоциируется с потенциальным ростом американского доллара, с более высокими доходностями американских облигаций и исключительным процветанием, которое ожидается при Трампе для банковского сектора и нефтяников. Но очень хорошо то, что рынок сейчас уже отпустил эту политическую тему, потому что за последнее время не было каких-то дополнительных новостей, связанных с данным топиком, из-за которых мы бы могли снова прыгнуть в эту тему и начать искать какие-то подробности, способные сказаться на последствиях этой президентской гонки. Поэтому сейчас лучше всего сфокусироваться на монетарных факторах и ожидать как раз те релизы, которые я перечислил, а точнее даже ждать уже фактически июльское заседание и смотреть в сторону сентябрьского. Заседание прекрасно понимает то, что американский регулятор начнет корректировать ключевую процентную ставку. На прошлой неделе вышли данные по темпам экономического роста США за второй квартал. Статистика оказалась очень хорошей, что в принципе было логичным продолжением, учитывая то, что за день до этого были опубликованы сильные данные по деловой активности. Состовной индекс показал рост по сравнению с индикатором двухмесячной давности. Состовной индекс остается выше 50 пунктов. Это индекс, который включает производственный сектор и сферу слуха. Конечно же, он внес свой позитивный вклад в рост экономики. В пятницу анализировали данные по индексу расходов на личное потребление. Наиболее предпочтительный индикатор ФРС в оценке текущей ситуации с инфляцией. Ситуация в целом не изменилась. Если говорить про базовый индекс, он остался на прежнем уровне 2,6%. Но если опустить слово «базовый» и посмотреть на основное значение индекса оцен, то здесь зафиксировано снижение с 2,6% до 2,5%. Можно ли сказать, однозначно, что дезинфляционная тенденция, тренд в США сохраняется? На текущем этапе нет. Но все-таки анализируя последние данные, мы видим то, что картина такая, что инфляция постепенно снижается. Именно по этому рынок начал перезагружать свое сознание касательно темы изменения ключевой процентной ставки. Именно поэтому мы с вами ждем сентябрьское заседание снижения ставки и немного спекулируем на теме, а что если ФРС пойдет на это смягчение экономической политики уже через пару дней. До этого тему того, что нужно начать уже сейчас, начать экономическую политику, озвучивали аналитики МОДИС. И на прошлой неделе к этой точке зрения присоединился еще один авторитетный представитель ФРС, правда, хоть и в прошлом, Вильям Дабли, который занимал пост главой ФРБ Нью-Йорка с 2009 по 2018 года. И он сказал, что если ставка не будет снижена в июле, американский регулятор потеряет очень много времени и совершит серьезную тактическую и стратегическую ошибку. Если ФРС все-таки, друзья, снизит ставку уже сейчас, то будем ловить индекс доллара в районе 103 пунктов и потенциально даже ниже. И, соответственно, эта установка, эта траектория движения будет исключительно снижением основной тенденции на ближайшие недели. Я буду придерживаться такого сценария. Золото на прошлой неделе сильно обвалилось, ушло ниже уровня 2400, что в целом было довольно странно, учитывая то, что происходило на американском фондовом рынке, учитывая, как активно на рынке обсуждали ухудшение перспектив китайской экономики. Даже Народный банк Китая неожиданно для всех дважды за неделю снижал ключевую процентную ставку. Это странно. Это доказательство того, что картина может стать еще хуже, и на этом фоне логичнее было бы сделать ставку на повышенный спрос на защитные инструменты. Но есть то, что есть. Сейчас золото восстанавливается, уже снова приблизится почти к уровню 2400. Я пока в ней сделаю. Будем смотреть за сенсиментом. Если картина изменится в ближайшие торговые сессии, я, соответственно, дам вам сигнал. Доллар канадец 1,3820 в соответствии с прогнозом. Ставка снова снижена в Канаде до 4,5%. Учитывая сохраняющийся дезинфикационный тренд, учитывая проблемы на рынке труда и комментарии Тива Маклема, который возглавляет Банк Канады, что ставка будет снижаться и дальше, я думаю, что мы смело можем сейчас делать на это наибольший акцент и держать дуэт доллар-канадец как валютную пару, которую мы покупаем. Целевые ориентиры, может быть, стоит мыслить амбициозно и смотреть на такую психологическую планку, как 1,40. Доллар-иена 153,60, заседание Банка Японии в среду, может быть, ставка будет повышена, хотя вероятность этого крайне низка. Но предпосылки есть. Инфляционное давление понемногу усиливается из-за девальвации иены. Мы знаем, как негативно Банк Японии и Минфин относятся к девалюционному тренду национальной валюты. Мы знаем, что уже были валютные интервенции, но, может быть, на текущем этапе Банк Японии все же не станет корректировать ключевую процентную ставку, но будет детально обсуждать вопрос и перспективу возможности такого шага на одном из последующих заседаний. Но есть еще один момент. Банк Японии легко может скорректировать объем программы количественного смягчения. И это тоже будет важным шагом отказа от беспрецедентной мягкой экономической политики, которая все еще сохраняется. Поэтому я думаю, друзья, то, что сам факт того, что пара сейчас стабилизируется в районе 153,50, 153,60, вероятно, можно еще рискнуть и, соответственно, поставить на дальнейшее снижение. Солевая отметка 150 иен за один американский доллар. Эфириум 3354 доллара за одну криптовалюту. Сейчас с утра мы видим то, что энтузиазм на рынке явно проявляется. Растут многие инструменты, но эфириум мы ранее комментировали, ждали, что курсов становится выше 3,500. Это цели все еще актуальны. Напомню, что запустили ETF на основе эфириума. Кроме того, Трамп выступил на конференции в Нейшвилле и наговорил очень много всего хорошего. То, что первое, что он сделает на посту главы американской экономики, президента США, это уволит Герри Генслера. Мы об этом слышали ранее от его потенциального вице-президента, но, судя по всему, это обоюдное решение, потому что Трамп хочет создать экономику, которая будет благоприятна для криптовалютных компаний. Были комментарии относительно того, что, может быть, когда спадет волатильность на рынке криптовалют, биткоин может стать одним из мировых резервных валютных инструментов. Это сейчас создало базу для роста криптовалютного рынка, потому что картина меняется, настроение тоже. Государство стало более американское, лояльно к криптовалютной сфере. И, скорее всего, впереди у нас долгосочный, мощный, восходящий тренд. К нему нужно готовиться. А учитывая то, что есть еще одна приятная вещь, как ETF на основе эфириума, я думаю, что именно эфириум в ближайшие месяцы покажет наибольший рост. Ждем восстановления выше 3,5%. И рынок нефти 80.50 по бренду сейчас. Я за дальнейшие снижения на фоне сантимента, на фоне экономических проблем в Китае и потенциального разрешения конфликта между Израилем и представителями снижения АМАЗ. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.